75% болеющих ковидом в Подмосковье старше 50 лет. 45% те, кому за 65. Об этом рассказал Андрей Воробьев на заседании регионального правительства. Видите, что зашивается у нас скорая помощь, мы усиливаем неотложки. Пожалуйста, там, где в красной зоне у нас по вызовам, где большое напряжение идет, также необходимо предусмотреть дополнительные ресурсы машины вместе с нашим транспортным цехом, как принято говорить, обращая внимание на важность усиления неотложных машин скорой помощи. В рамках совещания речь зашла о телемедицине, которая начала свою работу в регионе на базе Моники. Сейчас там задействовано 20 специалистов. Телемедицина прежде всего направлена на сопровождение выздоравливающих пациентов. Для того, чтобы состоялась эта консультация, пациентам достаточно иметь телефон с видеокамерой или домашний компьютер, по которому они спокойно могут пройти, записаться в удобное для себя время. И в это же время врач телемедицинского центра выйдет с ними на видеосвязь, и они получат необходимые консультации, необходимые пожелания относительно лечения своего заболевания. В рамках ВКС речь зашла и о школах. Напомним, большинство учеников сейчас на каникулах. В Подмосковье закрыли 468 классов и 104 группы в детских садах, заявила министра образования региона Ирина Коклюгина. В мытищах на карантине находятся ученики 61 класса. Также министр рассказала о работе, проделанной в рамках контроля за качеством питания. Мы запустили также с 1 сентября ежедневный контроль, мобильное приложение проверки Подмосковья. Проверяем состояние пищеблоков, меню, соответствие завтра к утвержденному меню. Порядка 7 тысяч фотографий ежедневно обрабатываются нами и муниципальными цурами. В области составлен рейтинг операторов питания. Самые недобросовестные занесены в черный список.